Почти невесомое тело и ласковый весенний ветерок свистит в ушах. Что может быть лучше? Езды на велосипеде. Кажется, еще секунда и оторвешься от несущейся под колесами земли и полетишь. Одни дети осваивают премудрости езды на велосипеде всего за несколько часов, другим требуется неделя и даже месяц. Все зависит от физического развития, зрелости вестибулярного аппарата и даже склада характера малыша. Кстати, возраст значения не имеет. Двухлетний ребенок может научиться ездить даже быстрее пятилетнего. Учиться ездить лучше всего сразу на двухколесном велосипеде с дополнительными страховочными колесиками. Насте при первом знакомстве, конечно, дали время все рассмотреть, потрогать и покрутить. А потом усадили в седло, чтобы она сама разобралась, как крутить педали. Молодец, молодец. Отлично. Как только ребенок уяснит для себя, что делать, чтобы двигаться, надо сразу немного отогнуть или приподнять боковые колеса. Пусть велосипед станет немного неустойчивым. Это нужно для того, чтобы малыш скорее научился балансировать. Со временем отгибайте их все больше. Это мягко подготовит ребенка к переходу на два колеса. Не давайте ребенку привыкнуть к страховочным колесам, иначе потом ему будет очень сложно от них отвыкать. Снимать их нужно, как только ребенок научится достаточно быстро крутить педали и не падать на поворотах. Умение пользоваться тормозом необходимо довести до автоматизма. Лучше сразу же приучать ребенка и к ручному тормозу. Родители Насти играют с ней в светофор. Как только мама, а потом и папа поднимают красный сигнал, девочка должна немедленно затормозить. Нужно добиться того, чтобы ребенок делал это мгновенно и не задумываясь. Настя уже научилась ездить по прямой, пришло время осваивать повороты. Конечно, первые уроки не обходятся без падений. Начинать лучше на открытом пространстве. Расставляем специальные фишки и рисуем колесами змейку. Постепенно усложняем траекторию. Вот он, старый, добрый способ научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде. Надо бежать за ним и держать за седло, постепенно ослабляя страховку. Это эффективно, правда, очень хлопотно и неудобно. Держи руль крепче и ровнее. Ровнее держу. Можно поступить по-другому. Обвязать вокруг седла упругую скакалку и придерживать велосипед за нее. Получается что-то вроде вожжей. Если велосипед заваливается на бок, то скакалка натягивается, не давая ему упасть. Постепенно вожжи ослабляются и ребенок, сам того не замечая, едет сам. Ручит, ручит, ручит.